Татарск И существует легенда, вот когда сняли колокол, он был заброшен в озеро, и в пасмурную и ветреную погоду, люди, жители села слышали звон колокола. Ну, образство тоже, как вы знаете, было какое, ну, что там было, лавки, столы, палати, печь, стол, вот, кровати, вот и все. На 400 верст по Иртышу, и даже дошел сюда огненный ураган. Деревня вроде как была уничтожена, люди спаслись. Я не знаю, как они узнали. У вас в музее есть кости мамонта, и просили продать за хорошие деньги. Потом только постфактум испугалась, потому что они реально были такие, уговаривали, нешуточные. Вот там, на том берегу мы видим уже село, которое относится к Кустарскому району. Расскажите, что на том берегу? На том берегу, на противоположном, находится село Козино. И здесь, мы, если обратим внимание через речь, еще остались старые сваи, здесь был мост. Вдруг в конце фильма раздался страшный вой. То есть все зрители очень сильно испугались, побежали из-за, началась давка. Вход в церковь когда-то был там, ну и вообще во все времена, когда здесь был зерносклад, когда позже здесь была мельница и когда здесь был кинозал. А вот населенные пункты с таким названием, как, к примеру, Зеленая Грива или Безбожник, еще нужно поискать на карте России. В основном там проживали русские, и они были комсомольцы и коммунисты. Вот поэтому и назвали, что они вроде бы не верили в Бога. Преданный идеалам. Да-да-да-да. Два, четыре, пять. Это Ульянова шесть, семь. Галька Юрьев, резь, что восемь. Вот это продавец девять. Я десять человек. Ну, я так понимаю, вы сейчас перечисляете, вы со всеми лично знакомы, да? Ну. Деревня где? Ну, без ребятишек, взрослых, я только считаю. Первый переселенец датируется, что прибыл сюда Неферт Абрам Яковлевич со своим сыном Абрамом и купил землю. У помещика неудачно. Инструкция, да, как сходить на охоту, как кого поймать, как потом отметить это дело, да? Ну, да. И что это любовью заканчивается. Да-да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!